так сегодня начну свой обзор с остановки написано лилберзис лимнейца отсюда входит автобус гарден и раньше это было тобили 2 теперь это гарден и так что на этой остановке домики деревья скамеечка если мы пойдем немножко в сторону гарден сейчас мы увидим вот такой вот забор я не знаю видно или нет железный металлический и близко подойти мы не сможем вот это здание оно было внизу кинотеатр сейчас я не знаю что там и близко подойти тоже не могу потому что раньше это было туберкулезная больница вначале это было туберкулезная больница для взрослых санаторий теперь здесь находится территория психиатрической больницы не помню сколько лет лет шесть-семь одно время здесь вообще все пустовало никого не было потом вот перевели сделали психиатрическую больницу и теперь вот вход на территорию только по спецпропускам по этой аллее тоже пройти нельзя потому короче здесь все огорожено забором здесь вот ворота которые открываются автоматически вот название земгала филиалы и льдерс вот ну на этой стороне оленька он там тоже уже все изменилось у меня есть видео с обзором как там сейчас находится и вместо тропинки которые когда-то здесь было здесь вот так облагорожено и можно ходить асфальтированные тропиночки до самых гарден за забором мы можем увидеть яблоневый сад правда поредевшись за это время многие деревья наверно уже позасыхали не все остались тропинка которая проходила возле здания тоже уже не существует так там административное здание вот этот вот холм который называется барон каппы у меня тоже есть отдельное видео кому интересно можно посмотреть как мы ходили там были раскопки не мы конечно их делали а кто-то уже все там раскопал у нас уже вместе сохнут падают с деревьев это наверное из-за того что стоит жара мало осадков на нашей территории елочки вот такие уже выросли большие вдоль всей дороги фонарики стоят вот как то так что еще хочу показать хочу показать вот сад все что от сада осталось тоже несколько яблонь наверное больше часть за забором вот так вот водонапорные башни стоит кстати к барон каппям там была раньше такая аллея из каштанов теперь ее нету вырубили все ну хочу тебе пока хочу ну я это видео снимаем для светоланы в основном хочу просто показать что вот это здание где находилась столовая она полностью можно сказать отреставрированного от старого здания не знаю осталось что-то или нет может только ой паутина может только фундамент а так вот дом уже совсем другой сейчас я приближу вот это было самое старое здание и оно вот полностью отреставрировано вот там находилась столовая так что еще могу показать вот эти сосны мне нравятся лиственницы ой здесь липа совсем засыхает желтая здесь еще тоже была аллея из жасмина аллеи тоже нету ее полностью вырубили оставили только каштаны теплица одна только та теплица которая была отапливаемая ее тоже уже разломали вот липы еще стоят ой я кстати прошла мимо знаменитых трех лип так здесь вот дороги тоже нету там дальше уже тоже начинается частная частная зона частная территория не зона территория вот здесь находилась печка если если кто помнит и там сжигали все лекарства которые и и истекшим сроком здесь находилась так ну вот как то так дальше там находился клуб официально вернулась чтобы показать что осталось от этих лип уже срубили очень много веточки вот так она сейчас выглядит дубы тоже еще пока стоят ну конечно чувствуется возраст вот такие мощные дороги стоят удобно ездить на велосипедах в лес тоже не зайти там тоже частная территория можно ходить только по тропиночке так ну что теперь идем в другую сторону вот такая дорожка теперь там где раньше была тропинка справа домики слева забор и вот еще недавно посадили тую теперь скоро не будет видно что здесь забора их помимо и вон ул вон 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 там дом не знаю видно не видно сейчас я подойду к пруду и тогда покажу следующий выглядит эта сторона дороги вот это гараж здесь туя выросла черемуху наверно ты помнишь сейчас мы пойдем маленьким домикам вот здесь дома трехэтажка двухэтажка и гаражи давай сразу подойдем посмотрим как выглядит дом который находилась контора и сразу же посмотрим пруд здесь тоже все запор все забор не подойти на той стороне тоже забор на который на котором мы зимой катались на коньках но он стал меньше там котель на но она теперь не централизована как раньше только для много огородов приходит мальчишки с гарден обрывают яблоки плакучий его туя ель каштан ну пойдем пойдем смотреть дальше вот еще такие вот сараи построили это из-за того что люди стали отапливаться гравами ну идем смотреть приближаемся к домикам которых ты жила пока что вот эти домики очень удобные красивые ухоженная территория яблоньки 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 деревья яблоньки кусочек остановки сейчас тебе покажу эти домики у многих впереди дома огородики с теплицами вот так они выглядят это наша березка здесь вот где были теплицы вот как-то все печальненько только вот в последнем доме чувствуют что вроде бы как живут потому что там внизу сейчас на нас будет лаять собака с удовольствием еще раз спускаюсь к реке у меня уже есть видео где я ходила на речку вот еще раз спущусь просто невероятно все тут заросло вообще не похоже как раньше было деревья обрубили дорожки туда в ту сторону тоже нет и вот речка о я же говорю сейчас собака будет на меня лаять я ее опять беспокоим и сейчас в основном сюда приходят вот дети из гордын вот вот как то вот так это все выглядит речушка так вот кажется раньше речка тоже была больше камни тоже где можно было перейти сейчас ко мне мало стал и разобрали раньше там был мост ну не ты не я этот мост не застали это было много лет назад вот как-то так о гром гремит у нас будет гроза так что парк как выглядит я покажу тебе в следующем видео здесь тоже раньше были огороды теперь просто остались фруктовые деревья лыча и яблони такое короткое видео по местам детства пробежались мы ждем дождь нам дочь очень нужен а всем доброго вечера и хорошего настроения пока пока